Здравствуйте, меня зовут Зудилин Александр Юрьевич. Я врач-ортодонт, заведующий стоматологическим отделением. Хочу рассказать вам, что в марте 2016 года на базе научного центра здоровья детей открылся новый, второй по счету, кабинет для стоматологического лечения пациентов под общим обезболиванием. Его открытие послужило логическим продолжением активно развивающегося в нашем центре направления. Это лечение детей с сопутствующей патологией под общим наркозом. К сожалению, дети с такими диагнозами, как мукополисахаридоз, детский церебральный паралич, синдром Дауна, кардиологическими патологиями и другими соматическими заболеваниями не находятся стоматологической помощи в городских и многих университетских клиниках. Сотрудниками нашего отделения совместно с анестезиологами и коллегами из профильных отделений накоплен большой опыт в лечении детей с различными видами нарушений и патологий. К нам также в плановом порядке обращаются за помощью родители детей, которые или слишком малы, чтобы усидеть в кресле, или имеют непреодолимый страх перед врачом-стоматологом. Для них даже простой осмотр вызывает стойкое сопротивление, и лечение становится практически невозможным вследствие высокого риска травмы и возникновения последующих осложнений. Для таких деток единственным, щадящим для психики методом лечения является лечение зубов под общим наркозом. О преимуществах данного лечения вам расскажет сотрудник нашего отделения, врач-стоматолог-терапевт Серова Ксения Олеговна. Лечение под общим обезболиванием – это прежде всего четко просчитанная высокотехнологичная научная процедура. Если ребенок в целом здоров, не имеет серьезных хронических заболеваний и черепно-мозговых травм, то такое лечение не принесет ему никакого вреда. В случае отягощенного анамнеза необходима консультация анестезиолога, на которой определяются возможные риски, а большой объем лечения можно разбить на несколько этапов. Методика общего обезболивания, применяемая в стоматологическом отделении НСЗД, позволяет ребенку самостоятельно дышать процедуры. В то же время все возможные побочные эффекты можно предупредить и локализовать. Главное, чтобы родители предоставили полную достоверную информацию о здоровье своего ребенка. Лечение под общим обезболиванием по показаниям в большинстве случаев позволяет провести лечение всей полости рта за один прием. Для родителей этот момент также очень важен, поскольку не придется возить ребенка несколько раз к стоматологу, силы удерживать в кресле. Также это позволяет избежать возможных осложнений и не потерять в качестве проводимых манипуляций. Главное не сформировать у ребенка негативное отношение к стоматологии на всю жизнь, так называемую как психологическую травму. Нас часто спрашивают, нужно ли готовиться к лечению под общим обезболиванием, сколько ребенок должен после этого находиться в больнице. На этот вопрос вам ответит наш доктор Хрусталевна Наталья Игоревна. Период пробуждения после лечения зубов под общим обезболиванием зависит прежде всего от состояния организма ребенка. После прекращения действия анестетиков ребенок переводится в палату пробуждения, где за ним наблюдает весь этот период анестезиолог. Анестетики выводятся из организма ребенка приблизительно в течение 30 минут, поэтому период пробуждения может составлять от 30 до 50 минут. Нужно ли готовиться специально к лечению зубов под общим обезболиванием? Конечно, да. Для того, чтобы анестезиолог правильно оценил состояние здоровья ребенка, необходимо предоставить определенный перечень анализов, а также выписку из учреждения лечебного об отсутствии противопоказаний к проведению общего обезболивания. На прием ребенок является натощак, за 6 часов не принимаем пищу, за 4 часа не пьем. Абсолютным противопоказанием к проведению планового лечения зубов под общим обезболиванием является наличие у ребенка острой респираторной инфекции. О методиках проведения обезболивания в нашем учреждении расскажет врач-анестезиолог Аллатарцева Лариса Вячеславовна. Используется современный ингаляционный анестетик севафлюран. Преимуществами его является безопасность и управляемость. Он быстро начинает свое действие, ребенок засыпает на 2-3 минуте и достаточно быстро выводится из организма. Севафлюран сочетается абсолютно со всеми препаратами, применяемыми в стоматологии. Для засыпания применяется лицевая маска. После того, как ребенок погружается в наркоз и устанавливается внутривенный катетер, ставится так называемая ларингеальная маска, через которую ингаляционный анестетик подается непосредственно к дыхательным путям ребенка. Для того, чтобы избежать осложнений во время проведения наркоза, родителям требуется предоставить анестезиологу всю необходимую информацию о состоянии здоровья своего ребенка, а также все требуемые анализы и исследования. И помните, всегда не лечить ребенку зубы гораздо опаснее, чем воспользоваться услугами детского анестезиолога в стоматологии.